Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». Мы говорим о здоровье населения Чувашской Республики и об организации здравоохранения. Почти 90% населения Земли болеют остеотхандрозом. Это проблема мирового порядка. О том, какова ситуация в Чувашской Республике, сегодня будут говорить гости нашей студии главный невролог Минздрава Чуваши Вера Иванова и главный детский невролог Оксана Милова. Вот, уважаемые гости, говорят, что все болезни от нервов. Вы неврологи. Можете ли вы ответить на этот вопрос? Отчасти это действительно так. Нервная система играет огромную роль во взаимоотношениях человека с окружающей средой. Стрессы, неправильное питание, вредные привычки, наплевательское отношение человека к своему здоровью – все это оказывает негативное влияние. И любой сбой в работе нервной системы, он приводит к сбою в работе внутренних органов и систем, так как она регулирует все эти процессы. И поэтому задача неврологов определить важнейшие сбои в работе нервной системы, выявить их и начать правильное лечение. Если же мы не находим никаких патологических процессов в работе нервной системы и в работе внутренних органов, то это уже задача психосоматики, которая является пограничной дисциплиной между неврологией и психиатрией. И уже тогда здоровьем пациента должен заниматься либо психотерапевт, либо психиатр. В то же время для детей сказать, что все болезни от нервов – это все-таки ранний возраст. В первую очередь он исключает, что все болезни от нервов, потому что в первую очередь у ребенка все эмоции – это эмоции их родителей. У более взрослых детей, подростков, да, это тоже то, о чем говорила Вера Владимировна. Это в основном психосоматика. И вы знаете, боль необязательна как раз от нервов. Это очень может быть различное полиорганное поражение у ребенка, то есть заболевание многих органов. И они тоже могут под своей маской скрывать. И в первую очередь родители обращаются именно к неврологу. Но иногда это бывает ошибкой. Недаром в международной классификации болезней появился такой диагноз, как болезнь Мюнхгаузена. То есть либо родители, либо детки, услышав где-то что-то, и начинают прислушиваться к своему организму. Сами придумывают болезнь и верят в то, что это действительно у них есть. Ну что ж, давайте тогда, возвращаясь к неврологии, к чистой неврологии, нарисуем общую ситуацию с заболеваемостью у взрослых и у детей. Какие виды заболеваний и взрослых, и детских в неврологии лидируют? Заболеваемость с нервными болезнями в целом сопоставима с такой заболеваемостью по Приворскому федеральному округу и Российской Федерации. В среднем у нас каждый 12-й житель из 1000 человек обращается так или иначе за помощью к неврологам с различными проблемами. С головной болью, с лицевой болью, с болью позвоночника, либо с какими-то видами мигрени, сосудия, с нарушением движений и так далее. А вот остеохондроз пресловутый. Говорят, на Западе даже не выставляет такой диагноз остеохондроз, только в России. Но тем не менее им болеет много людей. Ну да, каждый четвертый на приеме невролога обращается именно с болями в спине того или иного характера. Но необходимо дифференцировать. Чем же все-таки вызвана эта боль? Это может быть боль, которая дает позвоночник. И, собственно, может быть и болезнью самого позвоночника. И чаще в наше время употребим термин, допустим, не остеохондроз, а дорсопатия. На сегодняшний день особенности для детского возраста с поражением нервной системы, в первую очередь, это практически 30% от всех пациентов, обращающихся к детскому неврологу, это дети с перинатальной патологией. К сожалению, на сегодняшний день, по сравнению, допустим, даже с 90-ми годами, это общая тенденция как по России, по Приволжскому федеральному округу, естественно, не исключение Чувашеская республика, заболеваемость детей первого года жизни возросла с 15% в 90-х годах, практически до 40% в настоящее время. Одна из основных причин – это нездоровье нашей женщины, нездоровье наших родителей. То есть, соответственно, возникают проблемы с вынашиванием малыша, с процессом родов, потому что женщины, как правило, не готовы к родам. На втором месте среди детского возраста – это пресловутый детский церебральный паралич, который занимает именно второе место как среди детей до 14 лет, так и среди подростков, и эпилепсия. Это основные злободневные проблемы, которые беспокоят родителей. Каждый 12-й человек из тысячи населения имеет то или иное неврологическое заболевание. И ежегодно регистрируется на тысячу населения 4 случая новых неврологических заболеваний. В общем-то, среди острых заболеваний, сосудистых заболеваний, у нас заболеваемость, она остается примерно одной и той же из года в год. Даже в этом году у нас отмечается небольшое снижение заболеваемостью, инсультами, что, конечно, радует и что приводит к снижению смертности среди этих случаев заболеваний. Взрослые неврологи занимаются лечением и диагностикой двух больших классов заболеваний нервной системы. Это так называемая классическая неврология. И к таким заболеваниям относятся болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, различные виды полинейропатии, те же остеохондрозы, болезнь вегетативной нервной системы, миопатия, миостыния, воспалительные и невоспалительные заболевания нервной системы, энцефалиты, менингиты, ну и так далее. И еще большой один класс нервных болезней, которыми занимаются неврологи, это сосудистые заболевания нервной системы, как острые, так и хронические. То есть к острым относятся всем нам известные инсульты, острые нарушения мозгового кровообращения, и хронические – это дисциркуляторная энцефалопатия. Для лиц молодого возраста характерны вегетативные расстройства нервной системы, остеохондрозы, последствия травм, рассеянный склероз. С возрастом присоединяются другие болезни нервной системы. Это появляется болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, может начаться в более пожилом возрасте, деменция, и также различные нарушения мозгового кровообращения, как хронические, так и острые, то есть инсульты. Ну, меня лично потрясло, что инсульты сегодня уже у молодых людей 20 лет, и иногда даже и раньше. Это вот тоже как такая тенденция современной цивилизации? Конечно. Очень большое влияние на инсульты оказывают так называемые факторы риска. Очень часто уже в молодом возрасте имеется у пациентов повышение давления, которое, например, они не контролируют. До 90% людей, у которых случились инсульты, страдают артериальной гипертонией. Кроме того, различные заболевания сердца, допустим, воспалительного характера, они также могут способствовать развитию инсульта. Контрацептивы, которые принимают молодые женщины, также ведут к развитию шимических инсультов. Кроме того, вредные привычки тоже способствуют развитию инсультов. Неправильный образ жизни, неправильное питание, гиподинамия – все это ведет к инсульту. И поэтому борьба с этими факторами риска, она приводит к снижению заболеваемости от этой грозной болезни. Ну вот современный ребенок, который очень много учится, вообще парализован информационным, взрывом таким, у него состояние, его системы от его недвижимости, наверное, просто резко ухудшилось. Да, действительно, вы правы, что дети в связи со своей загруженностью в школах, желанием родителей реализовать какие-то свои… Не сбывшиеся мечты. Пытаются воплотить это все в своих детях. И вот эта вот новая тенденция, что ребенок обязательно должен учиться в школе не менее, чем уровня гимназии и лицея. Но, к сожалению, мы, родители, не задумываемся о том, какова же нагрузка будет на наших детей. И то, как раз о чем сказала Вера Владимировна, то есть гиподинамия, длительное пребывание перед компьютером, минимально дети себя, так сказать, отдают спорту. И это ведь все тоже профилактируется. А портфель-то неподъемный. Тяжелейший, да. На первоклассника подвешивает. Иногда, да, действительно, смотришь на первокласснику, которая идет в школу, и портфель иногда… И уже видите своего клиента, да? Вы видите свои наши клиенты. Да, наши пациенты уже практически… Да, можно поставить диагноз, как он идет, весь сгорбленный, и что с ним будет, просидев в школе порядка 6-7 часов, в одной и той же позе. То есть это действительно все влечет к головным болям, к нарушениям осанки. И, к сожалению, приходится констатировать, что действительно инсульт помолодел. И у нас есть пациенты, к сожалению, мы вынуждены констатировать такой факт, что инсульты возникают у детей, инсульты головного мозга практически в 7-10-летнем возрасте. Но самое страшное, что нам пришлось их толкнуться в 2011 году, это инсульт на уровне шейного отдела. Позвоночника, причем повторной. Это была школьница 10-летняя. Уважаемые гости, а как организована работа вашей службы, взрослой и детской? Фактически у нас трехуровневая система оказания помощи пациентам. Первый уровень – это поликлиника по месту жительства. Второй уровень – это могут межрайонные центры. И третий уровень – это республиканская клиническая больница, где может быть более высокотехнологичная, квалифицированная помощь, оказанная пациентам, страдающим нервными болезнями. И отдельно, конечно, у нас выделяется сосудистая служба. С 2008 года мы работаем в сосудистой программе, и у нас выстроена сеть сосудистых отделений, где, значит, решающую, координирующую роль играет региональный сосудистый центр. И первичные сосудистые отделения, которые расположены в городах Шумерля, Канаш и Ново-Чебоксарск. И также дополнительно за счет региональных средств были открыты два первичных сосудистых отделения, оказывающих помощь больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Это первичные сосудистые отделения на базе больницы скорой помощи и первой городской клинической больницы. Помощь начинается с первых минут, когда пациент поступает в отделение больной, госпитализируется в палате интенсивной терапии и реанимации. Там же начинается вторичная профилактика этого заболевания и ранняя реабилитация. Если люди не могут получить помощь неврологов по месту жительства, то они могут обратиться к участковому терапевту, а в дальнейшем, если он выявит какую-то необходимость оказать неврологическую помощь, он может быть записан на прием в республиканскую клиническую больницу, где работают три невролога. Кроме того, у нас в республиканской клинической больнице существует два так называемых специализированных кабинета центра. Это кабинет или центр больных с рассеянным склерозом и центр больных с эпилепсией, куда могут обратиться больные, страдающие этими заболеваниями или у которых заподозрены эти заболевания, где им может быть назначено и подобрано правильное лечение, выставлен диагноз. И дальнейшее наблюдение уже проводится у невролога по месту жительства с периодическим посещением специалистов в поликлинике республиканской больницы. Кроме того, мы планируем со следующего года, с 2016 года, организовать еще центр или кабинет экстрапирамидных нарушений, куда будут обращаться пациенты с болезнью Паркинсона и различными двигательными нарушениями, вызванными неполадкой в экстрапирамидной системе. Не существует, к сожалению, специальности невролог детский. Все мы просто неврологи. И на сегодняшний день детям в районах, там, где нет конкретно в структуре детского невролога, помощь деткам раннего возраста, диспансерные осмотры оказываются, прошедшими специализацию. Это у нас с 2008 года введено в республике, что проходит специализацию взрослые неврологи, чтобы оказать помощь деткам раннего возраста и детям, вообще детям неврологической помощи. Но это то, что касается первого этапа, первого уровня на участках. Второй уровень у нас не выделяется как таковой. Все дети при необходимости направляются в консультативную поликлинику в детско-республиканской больнице. Стационарная помощь оказывается детям в двух специализированных отделениях. Первое – это городское психоневрологическое отделение, которое базируется в третьей городской детской больнице. Оно развернуто на 45 коек. 15 из них – это дневного пребывания. И в республиканской детской клинической больнице психоневрологическое отделение на 30 круглосуточных коек оказывает помощь. У нас нет, к сожалению, более узких специализаций и неврологической службы детской, как у взрослых. Поэтому все дети, чем бы они ни страдали, чем бы они ни болели, они оказываются в наших психоневрологических стационарах. В рамках национальных проектов осуществилось строительство нашего центра, Республиканского центра восстановительного лечения для детей. Он был построен в рамках федеральной программы «Дети России» и в рамках национальной программы Республиканской целевой «Дети Чуваши». Данный центр существует с 2009 года. Ежегодно проходит реабилитацию в данном центре не менее 3000 детей. Помощь оказывается по различным направлениям. 70% детей, которые получают помощь в нашем центре – это дети с заболеваниями нервной системы. Порядка 20% – это дети с поражением опорно-двигательного аппарата. И 10% – это дети с различной соматической патологией, как гастроэнтерологической, пульмонологической и многие-многие другие, которые просто могут получить квалифицированную медицинскую помощь на должном уровне, профилактируя вообще какие-либо заболевания. Ну, вот в области неврологии всех ваших заболеваний, которые лежат в этой нозологии, можем ли мы говорить, что мы в Чуваши достигли уровня международного влечения? Ведь пришло много новых лекарств, методов, форм лечения. Можно ли говорить о достижениях через призму этих пришедших новых технологий? В целом, лечение и диагностика пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения выполняются согласно рекомендациям Европейского общества и Национального общества борьбы с инсультом. И, в общем-то, у нас организованы сосудистые центры, которые оснащены высокотехнологичным оборудованием. Во всех центрах имеются МРТ-КТ-томографы, которые позволяют в течение первых минут определить заболевание, выявить тип инсульта или исключить его. Что очень важно, да? Что очень важно, конечно. И в то же время врачи из первичных сосудистых отделений в режиме онлайн имеют возможность передать эти снимки специалистам регионального сосудистого центра, проконсультировать их с ангиохирургами, с нейрохирургами, с неврологами, регионологами и другими специалистами, которым это необходимо. И при этом решить вопрос о необходимости, возможности нейрохирургического или ангиохирургического вмешательства, например, при геморрагическом инсульте. И как можно быстрее эти пациенты могут быть приведены в региональный сосудистый центр. Чего раньше, в принципе, сделать было невозможно. Что способствовало, конечно же, снижению смертности на 44% от начала действия этой программы от инсультов. И достижение, значит, эффекта способности к самообслуживанию пациентов, переневших инсульт, до 70% через 3 месяца после перенесенного заболевания. Это является важнейшими индикаторами показания качества оказания медицинской помощи при острых нарушениях мозгового кровообращения. Кроме того, что мы выполняем метиквентозное лечение, очень много вопросов мы уделяем реабилитации. Потому что мы видим, что если больного начать как можно раньше реабилитировать, то возникает, конечно же, меньше осложнений. Кроме того, больные становятся как можно ранее способными к самообслуживанию. И для реабилитации у нас созданы во всех первичных сосудистых отделениях, региональном сосудистом центре мультидисциплинарные бригады специалистов. Ну, сегодня вообще уже можно говорить, что железа, грубо так говоря, да, такое количество, дай бог нам с ним справиться, чтобы были врачи, и тем более врачи, которые в этом хорошо разбираются. А что в детстве? В детстве тоже есть свои достижения. Благодаря тому, что на территории нашей республики работает Федеральный центр травматологии и ортопедии, стала возможна коррекция в пределах республики всех костно-мышечных заболеваний и патологий, которые требуют у детей. Уникальная операция на позвоночнике, да? Уникальная операция на позвоночниках, да, и мы восстанавливаем в нашем реабилитационном центре этих детей. Более того, дети, близлежащих республик Приворского федерального округа и не только, восстанавливаются в нашем центре, получив оперативное лечение в федеральном центре, но а то, что есть у нас, это довольно-таки широко мы стали использовать ботулинотерапию для детей с детским церебральным параличом, но с 2012 года мы работаем очень тесно с бывшим научно-исследовательским институтом имени Пирогова. В республике на сегодняшний день трое детей, которым установлены баклофеновые помпы, это тоже дети с детским церебральным параличом, который довольно-таки существенно улучшило качество жизни данных детей с такой серьезной патологией, как детский церебральный паралич, облегчило уход со стороны родителей данным детям. Ну и есть перспективы, что мы более с легкими формами будем устанавливать и помогать детям нашей республики. Очень широко в детстве стала использоваться помощь генетиков. Ведь не секрет, что наша довольно-таки маленькая республика довольно-таки густо населена. У нас, к сожалению, все чаще стали встречаться близкородственные браки. И поэтому генетическая патология среди детского населения начинает поднимать голову, к сожалению. Но у нас есть возможность, имея на базе президентского перинатального центра отделение генетики, обследовать этих детей на должном уровне, не отправляя их в Москву, устанавливать динагнозы более точно. Очень широко стали внедряться в жизнь перинатальные консилиумы, то есть обследование беременных женщин, обследование плода. И практически еженедельно я консультирую порядка 5-6 женщин с различными аномалиями развития, рожденными пороками центральной нервной системы, проговаривая с родителями о перспективах возможности дальнейшего внашивания этого ребенка. Или, к сожалению, на таких, конечно, единицах, которым приходится, взвесив все за и против, прерывать беременность. Ну и завершая нашу программу, мы традиционно говорим о вопросах профилактики. Все перегревание, перехлаждение, вредные привычки, гиподинамия, стрессы, все, конечно, это может способствовать развитию того или иного заболевания, также инфекции. В общем-то, если говорить о сосудистых заболеваниях, то есть в первую очередь об инсультах, об острых нарушениях мозгового кровообращения, то мы отмечаем, что в молодом возрасте инсульты чаще встречаются у мужчин. В более пожилом возрасте инсульты чаще встречаются у женщин. Но чтобы нам снизить количество инсультов, а с тем самым снизить смертность и инвалидизацию от этого заболевания, необходимо, в общем-то, влиять на факторы риска. Если, например, полвозраст, мы не можем повлиять и на следственность также, да, то говоря о таких факторах риска, как сахарный диабет, артериальная гипертония, болезни сердца, гиподинамия, неправильное питание, вредные привычки, то на эти факторы риска мы можем повлиять. Я хочу обратить внимание наших телезрителей, что только 10% пациентов, перенесших инсульт, возвращаются к обычной жизни. Остальные в той или иной мере нуждаются в помощи близких. А что вы можете сказать родителям? В первую очередь это соизмеримая нагрузка умственная, школьная на детей, особенно школьного и преддошкольного возраста. Нужно все-таки чередовать умственную нагрузку и физическую нагрузку, ко всему подходить очень серьезно. И в первую очередь должны быть примером именно родители, то есть семейный отдых, семейное посещение каких-либо мероприятий спортивных, да даже элементарные прогулки вокруг дома перед сном – это уже тоже очень большой плюс в здоровье ребенка. Ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, даже если не все болезни проистекают у нас от нервов, да, многие еще и проистекают от удовольствия, от удовольствия поесть то, чего и чего не надо, да, или поспать вместо того, чтобы походить, то мы еще раз напоминаем, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Вот скоро будут новогодние каникулы, и очень бы хотелось, чтобы все жители нашей республики, взявшие друг друга за руки, маленькие и взрослые, взрослые и маленькие, хотя бы во время зимних каникул обратят внимание на свое здоровье и будут активно заниматься бегом, прогулками, плаванием. У нас ежемесячно бесплатный день здоровья во всех наших спортивных учреждениях, поэтому помните, что спасаем мы себя только сами. Всем доброго здоровья. Спасибо нашим гостям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова